Представители знака Зодиака, Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте! События на пороге февраля. Второй прогноз, гороскоп. Давайте узнаем, каковы события с первых недель, дней, месяца. Три главных события. И вообще на события, должна сказать, февраля будут влиять события конца января. События конца месяца, поскольку 27 числа января. Планета Уран переходит из ретро-движения в прямое директное. И если мы связываем понимание или ассоциации наши с планетой Уран, они часто где-то символизируют разрушение, но в ретро-движении это больше так смягчены вот такие воздействия. А когда переходит в прямое движение, мы можем столкнуться, что какая-то история нас вынуждает сделать правильный вывод. Или, может быть, складываются такие обстоятельства, словно мы куда-то шли, и вот мы приходим к какому-то итогу или к какой-то точке. И нам нужно принять вот это однозначное взвешенное решение. И, может быть, вот по ретро-урану это была какая-то ситуация, которая у вас словно повторялась несколько раз. И к концу января вы приходите к выводу, что так дальше продолжаться не может. Так или иначе, события конца января как будто предопределяют то, мои дорогие стрельцы, чем, возможно, вы будете или заниматься, или уделять внимание в феврале. Это своего рода прелюдия. Идем дальше. Если мы говорим про события февраля 10-го числа, это у нас Новолуния, и эта дата совпадает с началом Нового года по китайскому или восточному календарю. И 19 февраля волшебное выравнивание. Планета Херон с лунным узлом в знаке Овен. Кто такой Херон? Мы знаем из мифологии, это могучий кентавр. И часто Херон имеет олицетворение из раненого целителя. Опять же, из мифологии мы все знаем, что Херон был искусным врачевателем. Он вылечил Ахилла. Вот та фраза «Ахиллесова пята». Но он не смог противостоять отравленной стреле, выпущенной Гераклом. И это именно то время, когда мы столкнемся с собственными ранами или какими-то психологическими сложными состояниями, или душевными травмами. Это прекрасное время, чтобы залечить их окончательно, одновременно пытаясь помочь другим. Вот так вот по Херону. Как будто мы помогаем другим. И может быть, не тот человек, кому вы даже помогаете, а словно есть взаимосвязь, вот как какое-то вселенское равновесие. Может быть, к нам приходит помощь руками другого человека. То есть мы отчасти больше альтруисты. Может быть, это будет какая-то прежняя, опять же, ситуация, которую вы должны, ну, условно, еще раз пройти, может быть, ментально и в чем-то, поставив точку, исцелиться. У кого-то и так будет. Но я так предполагаю, что Херон или выравнивание с лозным узлом для кого-то из вас будет какая-то личная ситуация, может быть, история любви. Почему? Потому что еще и 22 февраля, мои дорогие, стрельцы Венера и Марс в знаке Водолея. И в этот период, к концу месяца, многим из нас может захотеться просто пересмотреть или как-то упорядочить свою личную жизнь. Вот такие планетарные события в целом не всегда не совпадают с прогнозами Таро. Давайте мы на Таро посмотрим, что для вас подскажут карты, как они видят вот в этом контексте, изложенном мною для вас февраль месяц. И первую карту, которую мы достанем, что придет? Что нового придет в феврале? Эпоха Водолея в действии начинается, и мы это прочувствуем. А что уйдет? Это не обязательно что-то конкретное или кто-то уходит. Это могут быть те вопросы, которые вы, может быть, начнете или приступите к их решению в феврале и сумеете завершить. И три главных события. Первое событие, второе событие и третье событие, или это сферы жизни, где у вас будут разворачиваться какие-то обстоятельства или ваши решения потребуются. Итак, что же придет? Шикарно вообще, это колесо фортуны, да. Старший аркан всегда нам говорит о том, что есть наше желание, а есть еще и обстоятельства. И по старшим арканам на нас влияют именно обстоятельства. Что-то мы не можем изменить. И когда выпадает колесо фортуны, есть такое значение, куше лезо пока горячо. То есть, может быть, это правда какая-то информация приходит к вам, или какое-то предложение, или событие, то или иное, с чем у каждого по-своему в своей сфере жизни оно будет как бы связываться с вашей историей. Но мы чего-то не сможем отложить на потом. Правда, тут словно какой-то гештель мы можем закрыть. Для чего это нужно? Чтобы идти вперед. Какую-то траекторию наперед уже себе, как будто мы наметим. И это часто пространство нам помогает, вселенная, высшие силы, назовите как угодно. Но, может быть, отчасти сделать какой-то квантовый скачок. Может быть, по колесу фортуны, и я бы даже сказала, это очень было бы правильно, где-то не зацикливаться дважды, наверное, с учетом урана, который переходит в прямое движение, не зацикливаться на старых шаблонах, или не оборачиваться назад. Или я вот поступал или делал в каком-то одном ключе. Для меня был какой-то свой регламент, порядок, назовите как угодно. А вот здесь эта ломка шаблона происходит. С учетом урана, о котором я рассказывала до карт, колесо фортуны, вот что-то подобное, как стереотип ломается. И, может быть, это меняет нас самих. Мы, может быть, меняем пространство, оно изменяет нас. Время меняется, и где-то вы это прочувствуете так, как было раньше, скорее всего, не будет. Но чаще всего вот именно в этой колоде эта карта, это, знаете, как прелюдия удачи, успеха, каких-то новых возможностей. Самое главное – не оглядывайся назад. И перспективная карта, поэтому какую-то перспективу, мои дорогие стрельцы, точно нельзя упустить. Ведь это значение, что приходит. Ну и, наверное, быть готовым к тому, что в любой момент, может быть, вам придется собраться, подпоясаться и буквально куда-то отправиться. Или приступить к какому-то виду деятельности. Кстати, вам может быть или предложено, или обстоятельства. Ну, к примеру, сложится руководитель в отпуске на больничном, там болеет, например, да, там, смотря в какой стране. Где-то есть эти больничные, где-то их нет. И вам придется бразды правления брать на себя, или, например, какой-то отчет сделать. Короче говоря, заняться тем делом, которым вы прежде не занимались. А что уйдет? Ну, какая-то личная история у вас прояснится. Это не то, что уходит, но, видимо, о чем нам дает подсказку карта. Вообще, это праздник после победы. И наша задача удерживать. Вот эта карта имеет одно значение. У вас теперь сильная позиция. И, может быть, мои дорогие, будут какие-то обстоятельства в течение февраля, когда, несмотря ни на что, хоть камни с неба, вы должны удержать все то, чего вы уже достигли. А для кого-то из вас это удачное решение вопросов, которые могут быть связаны как с какими-то материальными благами, как с оформлением движимого, недвижимого имущества, решением вопросов по семье, может быть, решением вопросов наследства. Для кого-то из вас закрепить свой успех, какие-то начинания в профессиональной деятельности. Вам действительно придется удерживать свои позиции. Для того, чтобы как будто оттолкнуться от этого нужно, чтобы впоследствии, ну, может быть, для себя какие-то новые перспективы открыть. Вы можете как бы ощущать, что, да, та история, которая была со мной прежде когда-то, уже теперь, либо она как-то развивается в другом ключе, либо я уже изменился настолько или изменилась. Моя, может быть, жизнь или мои принципы. Вот здесь и принципы тоже могут меняться, именно потому, что мы видим реальность как-то совершенно по-другому. И в этом во всем нам помогает, опять же, уран. Давайте мы посмотрим события или сферы жизни. И у нас выпадает королева жезлов часто по этой карте. Может быть, человек, который близок вам по энергетике или по мыслям. Может быть, мои дорогие, это просто вы сами. По королеве жезлов как раз и проходят те люди, сильные люди, которые надеются сами на себя, которые не боятся трудностей. Но есть и подсказка в этой карте нам говорят о том, что храните молчание. Может быть, дважды, трижды, потому что удерживать нам уже предупредила карта позиции придется. И где-то вот молчание золота, оно действительно для вас так или таковым и будет, потому что о себе много не рассказывать. Может быть, обстоятельства, потому что меняются вокруг, или люди вокруг вас меняются по колесу фортуны. Не рассказать о себе больше, чем нужно. Уметь выдержать паузу. Королева жезлов умеет хранить секреты, как свои, так и чужие. И это ей дважды помогает. Она умеет работать с информацией. Королева жезлов – это та, которая умеет вставать с колен. И что бы ни происходило, она надеется сама на себя. Сама по себе это карта сильного человека, сильной женщины. Но может быть, вот такие энергии, потому что король жезлов там немножко другие энергии. Поэтому если меня смотрят мужчины, вот все то, что я перечислила, это то, что вам помогает. Есть, значит, какой-то план к осуществлению, то, что вы хотите, чтобы у вас получилось. И может быть, раз нам ваша где-то карта, сигнификатор выпадает именно как событие, возможность реализовать какой-то свой проект или, может быть, согласовать документ. У нас выпадает, переворачивается сама карта Королевы Пентаклей. Я могу ее расценивать, кстати, как подсказку. Когда выпадают две королевы больше, это, мои дорогие, всегда вы в центре внимания. И, извините, вас обсуждают, за вами наблюдают. Вы очень любопытны, вы интересны. И правда, по Королеве Жезлов это типаж такой, который обладает магнетизмом. Хочется дружить, хочется общаться. Может быть, у вас много появится в окружении новых людей, тогда будьте внимательны. Правда, вот то значение «не рассказать о себе больше, чем нужно» для вас работает дважды, поскольку выпадает Королева Пентаклей. Вам нужно сохранять действительно как и свой успех, как свои возможности. Где-то, может быть, и деньги. Не самое лучшее время тратить или что-то приобретать, может быть, планировать, скорее, да. Но как-то очень расчетливо в плане денег быть таким или такой. Планировать по этой карте тоже будет очень важно, потому что Королева Пентаклей из какого-то хаоса, неразберихи создает свой порядок. Но в плане досужих разговоров это, видимо, будет важно. И посмотрите, вот карта «шестерка жезлов» это и есть, собственно, победа. И мы сказали победу, эту придется удерживать. Сильная позиция, об этом нам тоже говорят. И «восьмерка жезлов» в этот момент, когда перевернулась у нас Королева Пентаклей, она была на дне. Это карта быстроты, скорости, каких-то новостей, информации с учетом как раз тоже карта быстроты, скорости Колесо Фортуны, когда мы не можем остановить разворот, размах вот этого Колеса Судьбы и наша реакция быстрая на что-то предполагается. Но, значит, это что времени на обдумывание может быть очень мало. Давайте раскроем эту карту. Чем дело кончится? Вот такой вопрос задаем. Какими-то новыми возможностями, новыми начинаниями. Всегда попажу у Пентаклей. Это мы готовы как быть открытым миру, так и учить, может быть, что-то. У кого-то изучение языка, у кого-то языка программирования, у кого-то просто какое-то дело, которое вас вдохновляет, которое вам интересно. Или вы приходите к выводу, что какой-то вопрос может быть в сфере законов или может быть в сфере ведения бизнеса, потому что все же Пентакли. Или как мне дополнительный доход организовать. Вот тут и такой будет вопрос. Как будто необходимо добавить знаний, чтобы дело не просто не закончилось, а это карта продолжения, причем на долгий период времени. И эта карта нам говорит также о том, что вот эти самые знания, которые вы положите словно в копилку собственного успеха, они вам пригодятся, и ваш доход в последующем тоже будет расти. А чем сердце успокоится? Это где-то ваше настроение, что вас вдохновит? Ну вот карты живут своей жизнью. Шестерка жезлов, так вам и выпадает, сердце успокаивается, победа. Значит, есть победа, но это не остановка. По этой карте это только, знаете, нам говорит, что ты не торопись или сумею эту победу удержать. 50% успеха чего-то добиться или занять какую-то должность или, ну, чего бы тут не касалось. Все остальные 50% удерживать свой успех. Правда, будет такая задача – удержать свой успех. Себе не навредить. А вот давайте мы карту совет достанем. Мне очень интересно. Ну, шикарно. Тут какой бы план, правда. Финансы со знаком плюс и в хорошей геометрической прогрессии. По девятке кубков – это карта самодостаточности. Очень хорошо для кого-то проиграется проект, и когда вы рассчитываете буквально на самого себя, развиваете свое творчество, ремесло, мои дорогие, или работаете, ну, может быть, тоже сами на себя посредством интернет или посредством какая-то удаленная работа или, как мы, ремесло, если рассматриваем, у нас изображен хозяин таверны, который поднимает кубок за здоровье свое и посетителей. Он уверен в сегодняшнем дне, он уверен в завтрашнем дне. Вот карта совет. Вот вы должны быть таким, наверное. Ну, или я иносказательно имею в виду, конечно. Но это ведь карта совет. Поэтому удерживать свой успех и будет что удерживать, мои дорогие. Вот, видимо, это тоже немаловажно. Поэтому прекрасно какая-то задумка или мечта или возможность становится реальностью. Но это потребует определенных усилий и готовности учиться. Не говорить себе, я все знаю или я во всем уверен. Нет. Тут лучше просомневаться, уточнить какую-то информацию, чтобы знать, что в реальности, что по факту. Вот, кстати, королеву Жезлов отличает именно возможность работать правильно с информацией. Она соберет информацию из разных источников, выслушает всех людей, потом проанализирует и сделает по-своему. Поэтому она и выигрыша. Второе событие. Есть какое-то ожидание. Посмотрите, правда, это в целом, это третье уже у нас выпадает. Королева. Вы будете в центре внимания. У кого-то это могут быть, вы даже прочувствуете где-то, то, что мы называем сплетнями, мои дорогие. Но это не обязательно. Это так в целом, я говорю. Почему надо быть аккуратному? Ну, может быть, эту самую зависть, есть такое выражение, не плодить. Поэтому о себе много не просто не рассказывать, а так вот в целом как-то казаться скромнее, мои дорогие стрельцы. Вот как будто это совершенно необходимо. Может быть, вот такая игра, она вам нужна именно в феврале месяце. Может быть, кого-то запутать, чтобы кто-то какой-то хитрый план не составил, да, чтобы вы руководили какой-то ситуацией. И вот, кстати, королева кубков, ее раньше изображали, королева русалка. А русалка – это великий манипулятор, которая, мы из сказок знаем, заманивала рыбаков, моряков на пучины морские, обещая им какую-то волшебную любовь и несметные сокровища на дне за ней шли, потому что верили, и там на этом дне и оставались. Поэтому для вас, ну, где-то быть хитрее, я бы сказала, определенно стоит и слушать свою интуицию. У кого-то могут просто быть события, которые в вашей семье или в вашей паре. Еще эта карта ожидания, вообще не торопливости. Может быть, в решении каких-то личных вопросов не следует торопиться. Может быть, эта карта говорит, что, как известие от родственников, или ваш супруг, супруга, или ваш партнер, может быть, родственники партнера или партнерши, супруга, какие-то там происходят события, вам придется в этом участвовать. И такое может быть. Чем дело кончится? А здесь все по справедливости. Да, у кого-то могут и пройти вполне вероятно вопросы наследства. Но по аркану справедливость, самое главное, быть честным самим собой, держать эмоциональный баланс, с чем-то не поторопиться, себя как будто подстраховать, чем дело кончится. Может быть, у кого-то из вас слушание в суде. И я не могу сказать, что что-то завершается. Может быть, вы хотите, чтобы оно завершилось. Но, видимо, еще какой-то процесс может продолжаться. Когда выпадает эта карта, чем дело кончится, я обычно предупреждаю, что в этот период нужно быть внимательным. Даже как будто улицу следует переходить не там, где всегда, а там, где положено. Не нарушать закон, мои дорогие, чем дело кончится. Может быть, и, знаете, какое-то прежнее дело себе или событие может напомнить, когда, ну, может быть, у кого-то банально скорость превысил, и вы получаете извещение, что нужно заплатить штраф. У кого-то и банально так может проиграться. Или вот как будто, ну, какое-то событие нас словно догоняет, и нам придется этому уделить внимание. Причем уделить внимание, зная законы, и где-то, может быть, либо пойти за консультацией к юристам, к адвокатам, чтобы не было в чем-то промаха. Давайте мы узнаем, о чем сердце успокоится. Правда, тут могут быть консультации. Это у нас король мечей, как и с адвокатами, так и с юристами. Могут быть, или прежде, может быть, были, а тут ситуация о себе напоминает. Может быть, это я в ожидании решений суда. Вот буквально все эти три карты. По королю мечей проходят люди, занимающие высокий пост. Может быть, кто-то из вас отправится к чиновникам, согласовывать какие-то документы или к нотариусам, мои дорогие, такое тоже. Вот если мы говорим наследство, или какие-то подписывать документы, бумаги, вы будете узнавать, как это сделать по закону. Может быть, опять же, к юристам, адвокатам обращаться, как правильно оформить какой-то договор. Может быть, и так. У кого-то по работе подобная ситуация может сложиться, когда вы не то, что не рискуете собой, а вы четко, ну, нужно понимать, как в отношении вас работают как и положение, так и сам по себе закон, какие-то подзаконные акты, не должно быть действительно промаха. У кого-то из вас это могут быть по королю мечей вопросы, ну, может быть, связанные с вашим здоровьем, может быть, вы отправитесь к донтисту или проходить обследование. Но все же рядом аркан справедливости и больше холодной энергии, как и где-то душевный вот этот баланс, как умение видеть беспристрастно какую-то ситуацию, не пропуская через эмоции, быть очень хладнокровным, где-то расчетливым. И когда, если есть на повестке дня вопросы согласования или вопросы у кого-то в суде буквально, тогда где-то вот в энергиях вот этого короля мечей, когда вы что-то не ускоряете, а наоборот, себя словно подстраховываете, что-то вы просчитываете. Давайте я спрошу совет. Ну, вот действительно, знаете, вот себе не навредить, вот как будто, если соберем воедино все карты, которые именно по королевам нам перевернулись, здесь может помешать какой-то досадный случай, когда вы о себе кому-то рассказали слишком много или когда вам кто-то позавидовал. Ну, это я так. Надеюсь, это не у всех проиграется, потому что тут может в любой сфере жизни, хоть на работе, хоть соседей, да, поэтому, ну, определенная такая вот скромность вам сослужит хорошую службу. Но совет-то какой? Опять же, на сохранение королевы Пентакли из хаоса создает порядок, как мы уже с вами сказали. И вот вам придется что-то упорядочить. Может быть, вообще все заканчивается более чем положительно. Может быть, это конкретный человек, который знает, как поступить в той или иной ситуации. Может быть, это помощь человека, который рожден под знаком зодиака, стихии земли, телец, дева, козерог или имеет там асцендент. И королева Пентакли, как и королева Жезлов, вообще создала сама себя. Она из ментальности создает реальность. И вот этот райский сад, где она находится, она тоже создала своими руками. По этой карте это, по сути, реализация какого-то проекта. И, может быть, какая-то история у вас будет продвигаться в течение февраля и к окончанию месяца вы уже либо закончите, правда, у кого-то получится закончить какие-то вопросы, либо вы четко уже знаете какую-то правду или направление, по крайней мере. давайте события номер 3 и по рыцарю мечей. Ну, со знаком плюс эта карта проигрывается, опять же, когда мы достоверную информацию ищем и находим, истину ищем, и опять же, находим. Может быть, для кого-то из вас, мои дорогие стрельцы, иногда, если вот особенно вы занимаете какой-то ведущий пост, это может свидетельствовать о проверяющем, который вдруг нежданно, негаданно может нагрянуть, или, ну, и вопросы, которые с налоговой может быть связаны, если у вас бизнес. То есть, вот есть какой-то момент внезапности, может быть, вот где-то это колесо фортуны нам и говорит, будь внимателен, не ставь себя под удар, или люди, которые, знаете, имеют сложный характер. Может быть, какой-то будет у вас оппонент в той или иной сфере жизни, который вам пытается доказать что-то вот обратное, или, знаете, как будто обещает одно, а по факту другое. По этой карте держать нейтралитет и больше хладнокровия. Вам, посмотрите, вот как минимум в двух событиях именно рационализм и хладнокровие помогает. И, может быть, для того, чтобы вот эта победа или вот эта карта самодостаточности, она состоялась, вам придется и улаживать какие-то дела, вопросы. Может быть, с нотариусами, может быть, у кого-то в суде, может быть, у кого-то как какая-то отчетность, да, достаточно холодно, колючая карта, значит, какой-то подобный вопрос, вы можете с ним столкнуться. Давайте мы узнаем, чем же дело кончится, если мы говорим про каких-то сложных персонажей или проверяющих даже, Хотя у кого-то, знаете, мои дорогие стрельцы, это могут быть просто дети ваши, правда, иногда проигрываются дети подросшие, когда нет взаимопонимания, вот вообще никак. или еще какая-то обстановка, когда у нас взгляды, ну вот полярные просто, и может быть, вам куда-то придется поехать для того, чтобы прояснить тот или иной вопрос или что-то решать на месте. И давайте мы с вами узнаем, чем дело кончится. Двойка жезлов, как будто дело не закончится, придется и вашим, и нашим. двойка жезлов, это всегда как, ну как развилка, да, куда я пойду, направо или налево, а нужно как будто среднеарифметическое, поэтому, правда, и сидеть как будто на двух стульях нам придется, вам, мои дорогие, о себе, может быть, многое не рассказывай, самое главное, храните секреты, что вы намереваетесь сделать, чего бы вопрос ни касался. Здесь молчание дважды, вот по какой-то третьей ситуации, или мы, если говорим о проверяющих, то каждое слово должно быть взвешено. Хорошо, чем же сердце успокоится? Вот эта самая девятка. Вы любые вопросы закройте, мои дорогие, вообще волшебно. Две девятки кубков, так и пентакли, как раз и говорят о сильной позиции, не случайно победа. У вас, смотрите, мои дорогие стрельцы, вот каковы бы не были вопросы, хоть суды, хоть проверяющие органы, хоть тут налоговая, хоть, может быть, это ваши дети, с которыми, ну не получилось договориться, да, конфликт отцов и детей, такое бывает. Ну так мы никого и не должны переделывать, ни себя ломать. Ну и дети наши, увы, они часто расходятся полярно с нашими взглядами. Так как поступили бы мы, они будут поступать совершенно по-другому. И не мы не должны настаивать, ну и где-то просто принять, что дети, чадо ваше, оно как-то видит мир совершенно иначе. Поэтому занимаемся собой. В конечном итоге вы сами в центре внимания. Не переусердствовать с помощью кому-то, потому что в ответ мы можем получить вот как раз какое-то колючее недопонимание. А у вас две девятки, две карты самодостаточности, уверенности. И девятка Пентакли, посмотрите, дева прекрасно изображена, а у нее как будто сокол. И мы понимаем, что птица, это значит уже какой-то полет, в данном случае контроль. Контроль над всем происходящим. Удерживайте ваши сильные позиции, и они как будто сами, мои дорогие, приумножатся. И если был какой-то вопрос, даже сложный, спорный, когда вам где-то придется как увиливать, так и не говорить то, что вы думаете, понимаете, вот не торопитесь это транслировать. Вам это будет дважды, трижды, четырежды помогать в течение февраля. Может быть, мои дорогие стрельцы, вы люди оптимисты, вы люди открытые. И кто-то, зная вас, думает, я сейчас его, или ее разговариваю, она мне все расскажет. Так а вы раз и не рассказали и оставили человека в неведении. И ваше молчание для вас почему в плюс? Кто-то не просчитает, понимаете, в отношении вас какой-то хитрый план. Поэтому точно молчание помогает и защищает вас самих. Вот как-то так. Давайте мы достанем карту совет, то есть победа будет по-любому, и откроются новые перспективы. Ну, вообще, у вас, посмотрите, начинается с карты перемен и заканчивается. Карты скорости, перемен. Конечно, у кого-то это может быть банально. Смена автомобиля. Но все же это в карте совет. И более масштабные цели нашего прогноза, это когда мы отпускаем прошлое по этой карте и встречаем все то новое, что приходит на наш порог. И карта говорит, что просто доверься пространству, высшим силам, ангелам-хранителям. Перед тобой в нужное время двери необходимые откроются. Люди, которые будут встречаться на пути, они тебе зачем-то нужны. Может быть, как итог какой-то, может быть, для того, чтобы правильно научиться взаимодействовать. А кто-то придет, может быть, и с помощью и станет очень важным человеком в последующем в вашей жизни. И мы говорим, что жизнь меняется. И по карте Колесница перемены, мои дорогие, продолжаются не только в феврале, а это уже за ходом на март месяц. Вас ждут, как и новые приключения. В хорошем смысле, потому что по этой карте как здесь удача и успех, так и здесь Колесница это карта наших будущих свершений и ну, какого-то своего как достижения или достижения мечты или намерений или цели, как угодно это назовите, карта новых возможностей. И поэтому не оглядывайся назад, стрелец, тебе только вперед, потому что вы словно вопросы какие-то закрываете, которые вот, наверное, по этому урану вам просто необходимо завершить, закончить или сыграть последний аккорд. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.